Ситуация по ОРВИ в Челябинской области неэпидемическая. Об этом сообщили во время пресс-конференции в Минздраве. На прошлой неделе было зарегистрировано 11 300 случаев заболевания, что на 22% ниже эпидемического порога и на 4% ниже предыдущего показателя. В этом году ситуация улучшилась благодаря прививкам. 48% южноуральцев поставили вакцины в прошлом году, 80% из них – люди из групп риска, то есть беременные, пожилые студенты, учителя и врачи, отметили на конференции. На сегодняшний день вирусы гриппа среди заболевших ОРВИ не выявляются, однако выявляются зараженные коронавирусом. Для обновления городского транспортного парка администрация Магнитогорска закупит 6 низкопольных трамваев, оснащенных камерами наблюдения. Информация о закупке уже размещена на единой информационной системе Коззакупок. Начальная цена контракта – почти 170 миллионов рублей. В тех заданиях указывается, что трамваи с пониженным уровнем пола должны быть выпущены в 2020 году. В них должно быть не менее 32 пассажирских мест, включая откидные сидения, видеонаблюдение, кондиционер, системы ГБС, ГЛОНАСС. Срок службы вагона должен составлять 16 лет, гарантийный срок – 12 месяцев. Подрядчика выберут 1 сентября. Напомню, в прошлом году трамвайный парк пополнился 25 новыми вагонами. Сотрудники ГИБДД проверили более 120 автомобилей на наличие автокресел. Пятеро водителей перевозили детей без специального удерживающего устройства. Все они привлечены к административной ответственности. Напомню, штраф за отсутствие автокресла при перевозке несовершеннолетних составляет 3000 рублей. Отмечу, с начала года произошло 22 ДТП с участием несовершеннолетних пострадали 25 детей. На территории новой школы в 145-м микрорайоне, который откроет двери ученикам уже через неделю, посадили деревья и кустарники. 90 деревьев боярышника, 146 кустов спиреи калина-листной и 26 кустов кизильника блестящего. Поддельные посадки для дальнейшего формирования в декоративные элементы озеленения, к примеру, шаров. Это только первый этап озеленения территории новой школы. На втором этапе учреждение может подать заявку в Управление охраны окружающей среды и экологического контроля для вступления в программу озеленения СПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Породы деревьев образовательная организация может выбрать самостоятельно. У нас достаточно большие планы по посадке зеленых насаждений на этот год, рассказала начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля Марина Зинорова. Основные мероприятия запланированы на осень. Когда гвозди помогают в воспитании, магнитогорские волонтеры проводят в детских домах необычные мастер-классы, варят мыло, создают картины с помощью нити и гвоздей. Это тот случай, когда никто не запрещает шуметь, и даже наоборот, чем громче, тем красивее получится. Из-за нить брутально воздушная техника, нужны доска, нить, гвозди и молоток. Молотят от души даже девчонки. И если что не получается, помогут волонтеры. Они, как в поговорке, вышивать умеют, и мыло варят, и открытки рисуют. И всему этому учат воспитанников детского дома, рассказывает председатель магнитогорского отделения Российского союза молодежи Надежда Емелина. У нас есть дети конкретно из этого учреждения, которые же выпускники, они ходят с нами, как волонтеры, к другим детям, которые там помладше, например. Или, например, ходят дети, которые начали фотографировать. То есть они у нас, как волонтеры, приходят фоткать. Проект «Теплорук» 10 лет назад родился в Магнитогорском отделении Российского союза молодежи. Уже три года он выигрывает президентский грант. В этом на субсидию купили лазерный станок, и теперь волонтеры мастерят с детьми скворечники, делают блокноты и календари. Рассказывает волонтер проекта «Теплорук» Кира Ковалева. Мы такую систему придумали, делать что-то со взрослыми детьми, и передавать у них же семьи, и передавать в семьи к малышам. И это получается преемственность, и это получается тепло, и они ценят это по-другому. Потому что если бы купили, принесли, ну вот, а тут мы сами сделали. За 10 лет занятия в детских домах прерывались всего раз. Из-за пандемии такие встречи очень важны, подчеркивает руководитель проекта «Теплорук» Анастасия Черепнина. Нам нравится, нам нравится с ними контактировать, нам нравится их вовлекать в социальную жизнь, то есть для того, чтобы детки получили адаптацию. Именно в социальной жизни, в общении с другими окружающими, а не просто с теми, кто с ними присутствует каждый день. Теплом своих рук делятся десятки волонтеров. Сейчас они уже готовят новогодний мастер-класс и говорят, этот проект не о творчестве, а о волшебстве, в которое верит каждый ребенок. Сегодня синомтики обещают до 23 градусов тепла, правда, прохладный ветер северо-западный, 3,6 метра в секунду, атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Это была программа «Вести Магнитогорска». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин